Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Ну собственно вот, мы добрались до третьего заключительного скринкаста по Кандинскому. Я уже рассказал, что такое Кандинский и как его установить. Рассказал, как изменить внешний вид и структуру сайта. Сегодня расскажу о том, как работать в Кандинском с контентом – удалять, добавлять, редактировать. Контент – это все, что наполняет сайт, встраивается в его структуру. Соответственно, коль скоро мы имеем дело с динамичным контентом, а не статичным, он разбит на определенные группы, и Кандинский знает, какие материалы из каких групп и в какой последовательности показывать. Реализована эта возможность, как не сложно догадаться, посредством меню. В меню есть ссылки на страницы, это значит, что при переходе открывается только одна страница, и ссылки на категории материалов, то есть открывается сразу несколько материалов, которые как-то выстроены. То, что здесь называется произвольной ссылкой. Начнем с простого – с ссылок на страницы. И самой простой страницы, страницы контактов. Вот она на сайте. Где ее искать в системе? Логичнее всего в страницах. Страниц здесь много, видите, нам нужна страница контакта. Можно воспользоваться поиском. Нажимаем Ctrl-F и вот она – страница контакта. Можно править ее как текст, то есть как HTML текст, а можно перейти в визуальный редактор и править ее просто как текстовый документ. Меняем информацию. Нажимаем «Обновить». Смотрим результат на сайте. Сработало. Теперь возьмем страницу посложнее – страницу «О нас». Сложность ее заключается только в том, что здесь больше текста, а принцип редактирования на самом деле ничем не отличается от страницы контакта. Но здесь есть на самой странице вот такие красивые штуки. Вот такая фотография и вот такой красивый заголовок. А в административной панели этого нет. Почему? Потому что это реализовано посредством шоткодов и увидеть, а также отредактировать это можно только в режиме текст. Вот они. Что это такое? Это короткий скрипт, который встраивается непосредственно в тело статьи и запускается посредством плагина. По умолчанию такой функции WordPress нет, но в кандинском этот плагин входит в пакет установки. Ссылка на руководство по работе с шоткодами есть в описании к ролику, а я быстро поменяю то, что мы видим здесь. Итак, сначала красивый заголовок. Это верхняя часть заголовка и основная часть заголовка. То, что выделено крупным жирным шрифтом. Все поменяли, обновили, смотрим результат. Сработало. Теперь вот об этом. Тут чуть сложнее, поскольку нам нужно знать ID фотографии. Этот шоткод выводит текст поверх фотографии, где взять ID. Идем в медиафайлы. Тут собраны все фото, которые есть на вашем сайте. Находим нужную и вот здесь в адресной строке есть искома ID. Это вот эти три последние цифры. Копируем их и вставляем шоткод на странице. Меняем текст на свой, обновляем информацию и идем смотреть, что получилось. Вот. Не очень красиво получилось, но тут уже надо действовать по ситуации. Выбирать фото, возможно, потемнее, поуже, написать побольше текста. Словом, экспериментировать. Теперь следующая задача. Статьи из какой-то категории. Рассмотрим на примере новостей. Где могут быть новости? Вообще, в стандартном WordPress все статьи сайта находятся в записях и сортируются по категориям. Но в Кандинском, так как это сайт, рассчитанный на узкие сегменты и ограниченное количество задач, ну то есть тут есть только то, что нужно, а чего не нужно, нет, как говорил Виннипурд, то и основные категории статей вынесены в этот левый столбец. Вот, например, программы, то есть все программы фонда. И они, соответственно, выдаются в разделе меню проекты. Есть партнеры, есть люди проекта, то есть команда, а новостей нет. Потому что новости это единственная категория, которая содержится в разделе записи. Вот они. Вот новость про Вильск. Можно ее просто переделать на свою, но давайте лучше создадим новую. Название статьи. Текст статьи. Давайте возьмем первый попавшийся. Вставлять текст лучше, как HTML. Текст, а потом уже редактировать в визуальном редакторе. Это в рубрике новости. И нужно задать изображение. Выбираем из того, что есть. Здесь проставляются метки. Это теги, которые находятся обычно внизу статьи, объединяют несколько статей. Ну то есть все статьи, в которых есть этот тег. Можно на всякий случай сохраниться. Ну и давайте еще добавим изображение в саму статью. Выбираем место, куда вставим изображение и нажимаем добавить медиафайл. Выбираем загрузить. Загружаем. Здесь нужно выбрать размер. Если хотим вставить в статью, нужно выбрать большой. Сохраняем и смотрим, что получается. Ну что, получается красиво. Можно публиковать. Опубликовали и что мы имеем в разделе новости. А мы имеем новую новость, простите за тавтологию. Таким образом, собственно, мы и работаем с контентом. А в меню мы работаем с архитектурой. Ну, например, мне нужно добавить страницу с обращением президента фонда. Я иду в меню. Страницу я создал заранее. Добавляю новый элемент. Нахожу страницу. Добавить. Сохранить. И что у нас получилось? Ничего. Почему? А, не обновил страницу. Не забывайте, кстати, обновляться. Вот. Есть ссылка в меню и есть обращение. Вот так примерно работают в системе с контентом. Подробнее можно почитать в руководстве. По Кандинскому ссылка есть в описании к этому ролику. Ну вот, мы закончили знакомство с Кандинским. Три скринкаста примерно 15 минут. И я бы сказал, что это достаточно подробное руководство. Того, что я рассказал, вполне достаточно, чтобы сделать качественный сайт НКО. Вы только подумайте, 15-минутное руководство, после которого вы сможете сделать качественный современный функциональный сайт. Все, любите друг друга, делайте сайты не только качественно, но и бесплатно. Подписывайтесь на канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok